Ребят, всем огромный привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Ставьте в поддержку этого видео лайк авансом, и мы начинаем. Конечно же, с утра прошла отличная тренировка с Гогой в зале. Он меня там погонял по полной программе, просто забил руки, что, не знаю, я ручник сейчас не дернул. Но я, конечно же, после тренировки стал заниматься своими обычными автоделами, и первым делом я приехал к Максиму. Вот Макс в OneStickers. Это тот человек, та компания, которая постоянно мне печатает ливреи, наклейки, а также они делают баннера, как оказалось. Я не знал. Поэтому и баннер здесь тоже делается новый. В общем, все, что связано с печатью, делается здесь, и не только у меня. Я думаю, все окружение и ближайшее нет, тоже делает тут всю продукцию печатную. Сейчас Макс обновил тут наклейки со сливой, потому что я их очень много раздал подписчикам. Я всегда их раздаю при возможности, когда они у меня есть. Так что у меня будет новая партия. И мы распечатываем элементы ливреи, которые потерялись. В Сочи у нас потерялся Fender. Ну и, соответственно, Fender мне открасят. И мы туда приклеим вот часть логотипа. И также вот там вот новые логотипы спонсорские. UKDV Pro Racing Team, ну и все остальные партнеры. Я вам обязательно их попозже покажу. Смотри футбол вместе с промокодом STILOV и 11 мая. Кубок Италии. Финал. Ювентус. Интер. Ван Икс самые высокие кэфы. Простейшая регистрация в один клик. И моментальный вывод на множество платежных систем. Стилочка в закрепленном комменте. Промокод STILOV. У тебя тут вообще золотые запасы. Все легенды дрифта. Борщ. Стивов. Руслан. Кого еще узнаю? Инфорит. Очень круто. А вот эти все наклейки ты отрисовывал по дизайну? Ваши дизайнеры. Ну, короче, ваша компания. Туня даже. А я вижу, да. Очень здорово. Лаурель. Очень красив. Смотришь на все наклейки и хочется, знаете, такой стикер бомбингу строить. Все наклеить. О, это же Леха Лансовка и Томса. Я видел у них наклейки. Собрали мне комплект. Знакомые, да, буквы. Логотип можно узнать. Тоже занимаются вот таким делом. Например, чтобы сделать вывеску. Я тут поспрашивал. Получается, части буквы вырезаются. На ЧПУ. Потом это все клеится вручную. И получается, например, буква Е. Потом она красится или обклеивается? Обклеивается. А, обклеивается. Класс. О, выхлопа. Хочешь тебе баночку побольше? Вот чисто насадочку. Наклеил. Так, забрал стикер паки. В Рязань. Довезу. Надеюсь, они не кончатся тут. Я пришел в соседний двор. Здесь Женя. Жень, привет. Привет. Снова возвращаемся тебе все с теми же делами. Один GZ-GTE, принимайте. Уже выгрузили его из тундры. Со вчера его возил. Решили сразу, на самом деле, не медлить, чтобы этот столб там где не валялся. Сразу им заняться. По твоему времени, свободному. Ну, надо скоро. Надо скоро? Ну, после праздников. Ну, да, отлично. Я напрягаю то, что вот это масло с бензином. Масло с бензином во впуске? Да, да, да. Это желтое, это вот тише, ну, масло. Ну, как летело оттуда. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да. Я приехал в Lucky Station. Лавр здесь уже в боксе. И Рома начал делать пайп, с которым у нас вчера были проблемы. Сейчас все заново спроектируют и сделают. Красный SR Феодора. 200 SX 600 силушек в таком маленьком моторе. Так, мы завели Лавра. Что-то какие-то у него проблемы. Это странно работает. Причем утром нормально завелся. Что-то неплохо. А у нас начинается расклейка такая, по-быстрому. Приехал Серега в Мстайл. Серега, привет. Давно не виделись. Помочь в этом деле. Понятно, что логотипы, может, и я сам бы мог приклеить, но тут надо все грамотно отклеить, заклеить. Я подумал, почему мне позвать Серегу, и он согласился. Это Fender, кстати. Fender привезу. Так, тут уже счищают капот, потому что как раз-таки на местах старых лого будут новые. Ну, максимально заклеить, чтобы было все видно. Так как сейчас не успели подготовить, естественно, новую ливрею. Там восстановит Лавра за короткий срок. Поэтому, чтобы машина смотрелась именно по-спонсорски, надо ее закатать, соответственно, логотипами новыми. Здесь Лавр выдал какие-то приколы вообще лютые. Даже Семен немножко опешил. Вот, слушайте, как заводится. Семен сказал, что это либо муфта, либо клапан ВВТ. Я быстро полетел в гараж. Во-первых, взять Fender. Во-вторых, взять муфту ВВТ. Также набрал Женю, когда пса сказал, там новая вуфта у нас, надо срочно снимать. Женю быстро снял, спасибо ему огромное. Но Семен позвонил и сказал, что он поменял клапан. Причем этот клапан со старого мотора. И все заработало. Поэтому спокойно еду обратно. Потому что я испугался, что еще случилось. Хорошо, что Семен с компом и все сразу это определил. Это максимально было быстро и максимально оперативно. Я вот так сейчас подумал. Клапан, блин, я вообще никогда о нем не думал. Это надо с собой иметь горстку запчастей. От JZ, всякие клапана, датчики и так далее. Потому что вот так вот раз и все, мотор просто перестает нормально работать. Попробую там сначала определить, что это за проблема. Потом попробую этот клапан еще где-то найти у кого-то. Это не знаю, кто его с собой вообще возит кто-нибудь. Надо возить такие вещи. Так, вот лавр. Что, Ром, там клапан, да? Клапан VTi. Залив в одном положении. И из-за этого хозовращалка повернулась в крайнее положение. И поэтому мотор вот так работал. Офигеть. Некорректно. Почему-то знаешь, я как только какие-то проблемы... Я не знаю, почему я сразу это представляю, что я уже еду в топ-4. У меня такая игра случается. Ну, это могло случиться вообще в любой момент. Ну да, это понятно. С учетом того, что это клапан с прошлого мотора, с которым не было вообще проблем. Семен в итоге подкинул новый. У него был новый заказан. Поэтому я тут просто подумал, что ладно, новый подкинем. Он там стоит около 70 рублей. Но зато поедем сейчас нормально уже. Старый клапан. Проблема была в следующем, что при подаче питания на клапан он открывался. А когда питание на нем пропадало, соответственно, он должен закрыться. Но он закрывался не до конца. Не понял. И ему приходилось помогать. А мы тут намечаем новые логотипы. Задача такая. Как-то внедрить их, в общем. Пока цвета не разрешили менять у логотипов, я надеюсь, потом у нас будут переговоры. И все-таки как-то под стиль винила их сделать, чтобы это все сочеталось. Что видите, у меня раньше все логотипы, они как бы были, получается, там какие-то зеленые или хромовые. И это все можно было композиционно именно сделать с точки зрения дизайна. Сейчас у нас есть логотипы, да, и у нас есть какие-то там более-менее пустые места на лавре, куда их можно расположить. Мы стараемся, конечно, это сделать максимально композиционно, опять же. Но это, конечно, немного так сейчас как баннер выглядит. Но иногда надо чем-то жертвовать, так сказать, стилем. Я думаю, что в дальнейшем я пройду переговоры. Мы либо впишем логотипы в дизайн, либо, может быть, дизайн как-то уже новой машины, да, нового винила перестроим под логотипы. На лавре, кстати, установлен новый пайп, который сварили. Теперь он такой. Все четко. Вот так, для личного архива. Семен чисто угорает в сториз. Смотрите, что у нас случилось со вторым пайпом. Мы решили его тоже снять, зачекать. Да, когда тянешь в щи эти хомуты, просто не чувствуя меры, вот такое происходит. Алюминий, стенка достаточно тонкая, и надо просто затянуть, почувствовать, что развальцовка имеется, что силикон обжался и хватит. Ну, мы сейчас эти куски просто заменим. Хорошо, я запомню. Это жестко, конечно, да. Тут утечки по бусту присутствовали, я думаю. У нас продолжается оклейка. Она, кстати, заняла не часик, как я думал. Часа уже тут два с половиной. На полчасика мне наклеечки. А я тебе так и сказал, там пару наклеек на полчасика. Но пацаны подходят просто профессионально все с тем, там, с обезжиркой, с феном и так далее. Я бы тут лепил, конечно, так, чисто вот так. Но так как Серега приехал даже с напарником, чисто на помощи. Я сейчас уже немного придумываю темы. Даже если не менять цвета, то можно, например, вот эти обводки делать хромовые. Вот как здесь у Boost Motors. И тогда это будет смотреться, ну, под тачку интереснее точно. То есть, например, здесь черный, здесь хром, а здесь вот dry-dry оставить в их цветах. И цвета не меняешь в логотипе, и он становится более интереснее именно на машине смотреться под дизайн ее. А iCore тоже можно обводку сделать хромовую или полностью черную. Это так мне на будущее. Сейчас пока на этап съездим, а там уже посмотрим. Возможно, даже и лавры переклеим, если, ну, там будет бюджет, так сказать. Спонсоры у меня, кстати, серьезные. Про каждого прочитал, прогуглил. Тоже можете, кто интересуется. Тем временем, Рома замутил тут новый пайп. Приварил вот эти две части с развальцовкой. Теперь все четко. Пережимать хомуты теперь точно не будем. Врем-стайл закончили с лавром. Все логотипы на месте, которые планировались у нас. Такое временное размещение, еще раз повторю, потому что сейчас надо на этап съездить с логотипами. Залетай на Кубок Италии вместе с промокодом стилов. Получай до 25 тысяч для новых игроков. Досматривай этот видос и вперед. Мы выехали тут на настроечную прямую, дали пару раз. Семен сказал, что все вернулось, все окей, теперь нету никаких утечек по воздуху. Да, все работает, все круто. Вернули наддув, как было на стенде до того, как у нас улетел пайп. То есть мощность соответствует тому графику, явно не меньше. Можно ехать в Брязань. Отлично. Я доволен, что лавр едет, лавр настроен полностью, готов. Все вот эти мелкие косяки, которые успели появиться, они устранены. Надеюсь, больше ничего не появится. Лавр при свете дня выглядит вот так теперь. Зазор присутствует. Жесть. Доехали до базы. Открываю дверь, тут такой лавр просто. Остановите это. Но у меня есть хомуты. Кстати, хомуты заканчиваются. Ребят, можно вернуть старую добрую традицию. Черные хомуты буду очень рад. Сейчас закреплю крыло это. И надо везти его в Бус Моторс, потому что завтра у нас запланирована установка систем пожаротушения. Ну, вроде как настроен, все окей. Настроен, обклеен. Вообще идеально. Пайпы сварены. Я прям рад сегодняшним днем. Много дел сделали. Все, лавр на базе. Завтра с самого утра ребята придут и сказали, что начнут делать, потому что завтра у нас крайний день перед выездом. Так как послезавтра мы должны с самого утра выезжать. С самого утра это часов, наверное, в 7 утра, либо в 8, чтобы проехать 900 километров и оказаться вечером в Рязани. Так, а я вернулся на попутках обратно к Семенову. Здесь тундра. Она как раз моется, чтобы послезавтра в дорогу поехать на чисткой тачке. Но если, конечно, завтра дождя не будет. Самое то, потому что завтра времени точно не будет. Завтра привезут покрышки с транспортной. И еще куча дел надо сделать. Все собрать, как обычно. Здесь зип, все это комплектовать. Забрать прицеп. Нам дают прицеп. В общем, реально, завтра дел будет очень много. Именно сборочных таких, подготовительных. Ребят, на этом наш видос подходит к концу. Огромное спасибо, что его посмотрели. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Вот он тут. Ну и с вами был Серега Стилов. Тренируйтесь, строите тачки. И до новых встреч.